Давайте зайдем святую и святы в гидропонную систему от Миноны Аквапот Клик 17, РДВЦ Аквапот Клик на два посадочных места и Биг Микс метод РДВЦ И Чинампочка клонов для клонирования Блин, вообще, смотрите, классно, тут так у них корни прут Оп, 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 пулики, па, па Уже она имеет вес, корень имеет вес И друзья, запомните, лучше корневая, больше урожая Смотрите, какие корни Белый, хороший, даже независимо от того, что температурный режим гораздо выше, чем нам пишет это Википедия Так, у меня здесь, значит, на Аквапот Клик 17 растут помидоры сорт Цифамандра Если, кстати, кто ее знает, напишите в комментариях, мне будет интересно узнать ваше мнение Как он растет, потому что, насколько я так понял, это какое-то деревовидное помидоро Которые колоссально отличаются от тех помидоров, которые мы привыкли с вами видеть и есть И так же самое, они очень интересные будут на вкус Итак, значит, какая у меня сейчас температура водички Ого 29,5, почти 30 градусов Ай-яй-яй Так, что у нас тут водичка, буль-буль-буль все делает Смотрите, какие столбы хорошие Так, видите Не знаю, это какая-то у них характерность такая интересная Или это не сами по себе такой вот Или так, как говорится, они как-то получились Смотрите, идет один столб, расходится на две ветки Опа Видите, то есть две ветки будем вести Вот одну веточку начал привязывать И вторую буду привязывать на трелой И уже сюда так пониже, опа-опа, опа, опускать Так, сейчас у них стадия цветоношения Точнее, вот они уже отцветают, начинают завязываться Надо их вот так вот тоже оп-оп-оп-оп-оп-оп-балам Подтрушивать Вам скажу так Они растут довольно-таки очень быстро Вот помидоры Допустим, вот это вот помидоры были посажены с 6-го числа И огурцы были посажены с 6-го мая, июня И сейчас там какое у нас число, 17-е Или какое-то, какое у нас А, у нас сегодня 13-е Это получается 1 месяц и 9 дней Да, и смотрите, вот уже получается с рассады С рассады, да, с рассады, напомню Не семечки, с рассады Прошло месяц и чуть-чуть дней Вот у меня уже плодоношение Вот сегодня, кстати, кушал первый огурчик Вот тут другие завязались такие Опа, тоже столбик введу в одну Точнее, огурец введу в один стол Пасынки все обрываю Потом, да, ух ты, как-то тут заплелся Так интересно Вот, потом, короче, когда зайдусь сюда Ну, буду дальше, покажу, как это интересно делать Кстати, помидорчики такие интересные Они будут висеть, висеть, как висячие сады с эмирамидой Да, я думаю, вы знаете, эти сады классные такие Итак, и вот тоже вот цветоносик У меня тут два разных сорта Что-то я думал, здесь одни сорты А это, получается, сорт Зазуля Должен быть, вроде бы Потому что я думал, что береговой А это какой-то малыш Ну, в общем, вот это вот Эти маленькие корнишончики будут А те должны быть такие по длине, поболее Итак, что у меня еще тут растет А, вот, на гидропонной системе Акваподклик 2 Базилик Попрошу заметить, смотрите Здесь специально, как говорится, для себя Начал делать опыт и проверять, что там, куда, как там Кислородик В общем, смотрите, здесь вот В этом у меня есть кислород поступает Он в водичке аэрируется А в этом ведре у меня нету кислорода Здесь он чисто работает на капельном поливе И, знаете, особо разницы Кто там лазит? Улика какая-то Так, особо разницы, видите, как бы визуально нет Но чуть-чуть, вот все же, да Чуть-чуть минимально отстает Но, тем не менее, все растет и хорошо Это просто к тому, что кислород, насколько он важен для растений А вот, допустим, для огурцов это гораздо более заметно Вот это, получается, одно, да, одно ведро Идет без аэрации, раствора Туда шлангачку не заводил от компрессоров И видите, рост, опа, интенсивности тоже Жук значительно, видно, что он ниже Но, тем не менее, тоже растет себе Ай, чайки бумечка, хорошо Опа, пасынок Видите, вот такие вот пасынки Сейчас покажу Вот такие вот пасынки Ниже 50 сантиметров, чтобы было Их просто банально обрываю Потому что мне нужно в один столб вести Итак, ой, клонатор Хорошая системка рибзики Сразу вам скажу Клончики, вот так вот На нее просто корни, что на нее прут Лучше корневая, больше урожая Итак, значит, что Поддерживаем какие самые важные принципы в гидропонике Первое, температурный режим Второе, цикличность полива Как оно будет вас включаться По таймеру, или вы сами будете включать-выключать Ну, поняли, да, в ручном режиме И подмена воды, раствора Правило 1-3 Поняли? 1-3, 1-3, 1-3 Запомните, это правило Это самое важное правило в гидропонике И все у вас будет расти И благоухать И еще тоже немаловажные факторы Как бы, ну, это на мое усмотрение Они идут на втором плане Но это как бы лично для меня Потому что есть уже опыт Это значение ППМ и ПХ Особенно концентрация ППМ в ту или иную На том или ином этапе роста жизнедеятельности растения Мы, кстати, друзья, у нас будут тоже обновления У нас будут гидропонные системы Точнее, у нас будет удобрение для гидропонных систем Я про него буду более подробнее рассказывать Как им пользоваться Чтобы получать хороший, мощный, спелый урожай Удобрение будет для посленовых Вот такое вот, друзья, было видео Обзорчик гидропонной теплички Кабинонной гидропонии, где растут Так, где растут и где мы проверяем Гидропонные системы, которые собираем для вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!